Очередной барак снесли на проспекте 60-летия октября в Хабаровске. Там планомерно продолжают избавляться от ветхого фонда. Жильцов либо переселяют, предоставляя им квартиры, либо выплачивают компенсации. В перспективе обновленный проспект должен стать еще одной визитной карточкой города. Репортаж Арины Солдатенковой. Давайте, поехали. Это седьмой по счету барак, который сносят на проспекте 60-летия октября. Александр Вонаков прожил в нем всю жизнь. Но сейчас уже без сожаления наблюдает, как здание уходит в историю. Семья Вонаковых по адресной программе переселения получила трехкомнатную квартиру в районе пятой площадки. Я работаю рядом на пятой площадке, в конторе, которая техникой занимается. Поэтому рядом с местом. Центр города понятно, что никто не выдаст. Ну, я и рядом там и работал давно, на МЖК тоже много лет. Поэтому там тоже родной район. В этом доме проживали четыре семьи. Три получили квартиры взамен старого жилья. Одна выбрала денежную компенсацию. Процедура расселения обошлась бюджету Хабаровска в 16 миллионов рублей. А сам снос здания еще миллион 170 тысяч. Расселение из аварийных бараков на проспекте 60-летия октября началось два года назад. Всего там было 62 ветхих здания. Больше половины уже расселили. Свои благоустроенные квартиры получили 148 семей. Только Хабаровску выделили дополнительные средства, 600 миллионов рублей на протяжении нескольких лет, именно на 60 лет октября. Потому что мэр обратился к губернатору, к президенту обратился о поддержке финансовой. Сергей Кравчук, который присутствовал во время сноса очередного барака, отметил, что проспект 60-летия октября в перспективе должен стать лицом города. Какой будет эта территория после того, как ее освободят от старых зданий, решать самим горожанам. Здесь рядом охранная зона железной дороги. Строительство здесь не предусмотрено. После сноса домов я уверен, что жители города Хабаровска скажут, что мы бы хотели здесь видеть прогулочную зону. На проспекте 60-летия октября живут еще почти 300 семей. Чтобы их переселить, бюджету Хабаровска требуется еще полтора миллиарда рублей. Арина Солдатенкова, Константин Пестерев, Телеканал, Губерния.